Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях юрист Организации Объединённых Наций Анна Литвак. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы прилетели к нам из Америки, из Нью-Йорка. Но при этом вы являетесь жительницей Латвии, гражданкой Латвии. Сделали, ну, наверное, можно говорить, головокружительную карьеру. Вы как сами оцениваете себя в этом смысле? Как я оцениваю себя или карьеру? Ваша карьера, да, действительно, ведь как вы её можете описать? Вы знаете, вот два дня назад у меня была свадьба здесь, в Межитнес-Пилц. И на эту свадьбу прилетел мой босс. Это юрконсул Организации Объединённых Наций со своим специальным азистентом и ещё с одной юристкой организацией. И мой муж очень смеялся, когда я произнесла тост о том, что, ну, я ещё не знаю, насколько у меня будет успешным замужество, но карьера у меня точно удалась, поскольку прилетел юрконсул ООН. То есть для меня это как-то настолько до сих пор сюрреалистично, что этот человек, который, вы можете представить себе, юрконсул Организации Объединённых Наций, это человек, отвечающий за 193 страны и юридические вопросы, то, что он нашёл время, совместил поездки и добрался сюда, то есть я думаю, что это, наверное, какое-то отображение успеха в карьере, если это можно так называть. Вы живёте в Америке, как мы выяснили за эфиром, почти половину жизни. Да. Но при этом остаётесь гражданкой Латвии, у вас грин-карт. Да. Можно ли говорить о том, что Америка стала для вас второй родиной? Абсолютно. Или всё-таки это страна, которая, ну, может быть, хороша для того, чтобы построить карьеру, но, в принципе, родина одна. Вот как у вас, кстати, с этим? Вы чувствуете себя космополитом или патриотом? Есть какие-то ощущения такие? Я чувствую себя гражданкой мира, на самом деле, в полном смысле этого слова. И то, что я работаю над этой организацией, наверное, не случайно. У неё в членстве 193 страны, и мы, как работники этой организации, секретариату, не имеем права представлять ни одну какую-то страну. То есть вы говорите за всех. То есть я говорю за всех, и поэтому, да, наверное, Латвия в какой-то части всё равно остается моей родиной, вот поэтому свадьба, наверное, наша большая была здесь, потому что все родственники, бабушка и родная страна – всё это так есть. Но то, что я свою взрослую жизнь уже прожила в Америке, наверное, имеет большой смысл в моей жизни. То есть не университет, а работа, профессиональная карьера, где мы познакомились с мужем, родился мой ребёнок. Это Америка. То есть, наверное, Америка – это уже даже в большем смысле мой дом на сегодняшний день. Когда вы уезжали в Америку, у вас были стереотипы, какие-то штампы по отношению к этой стране? Приходилось ли их разбивать, когда только туда переехал? Когда я приехала в Америку, у меня было 17 лет, я только что закончила школу. И в тот момент, когда тебе 17, ты думаешь, что ты просто властелин мира, ты знаешь всё, как будет, что будет. Когда ты приезжаешь в какое-то конкретное место, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. То, что ты думал, всё не так. Поэтому, наверное, не один стереотип, а много стереотипов. Когда тебе надо научиться, как доехать от пункта А до пункта Б, это не то, что по лице дырного пройти до школы 10 минут. И ты всё должен познавать заново. Поэтому и стереотипы, и какие-то и позитивные стереотипы, и негативные, всё это пришлось, в принципе, пересматривать и в какой-то мере менять. Вот Михаил Идов, известный писатель и сценарист, он в одном из интервью рассказывал о том, что когда из Риги его вместе с родителем переехал в Америку, у него был такой стресс, что он сказал, что я вернусь в Ригу. И он вернулся через некоторое время в Ригу, жил у друга на диване, в квартире некоторое время, но потом всё-таки улетел в Америку и уже позже говорил о том, что он благодарен, что такой опыт у него был. Но всё-таки как писатель, журналист он состоялся в Америке, а сейчас состоялся ещё и в России. У вас никогда не было вот этой мысли вернуться, этой ностальгии, этого страха, может быть, стресса, который пришлось переживать? Если честно, нет. Нет. Я с детства ещё говорила родителям своим, что я уезжаю, я буду работать на ООН, я буду адвокатом, я буду помогать людям. И Америка была в моей карте уже, как я говорю, с лет шести, поэтому нет. Или этого, может быть, виновата моё упрямство, неумение сдаваться, возможно. Поэтому, конечно, бывают тяжёлые моменты, когда думаешь, как я всё через это пройду, я здесь одна, у меня здесь нету папы и мамы. Конечно, бывают разные тяжёлые моменты, когда тебе 17 лет и ты совершенно один в этой стране. Но это никогда не доходило до той степени, что я думала, что я вернусь. То есть, вера в страну и вера в себя. Вера в себя, вера в страну, вера в то, что я добьюсь. Но Америка действительно, вот если мы говорим в таком классическом представлении, это страна, где каждый может сделать себя сам. В моём понимании, да. Отчего это зависит? Ну, не у всех получается, на самом деле. То есть, достаточно ли каких-то личных качеств, например, упрямства для того, чтобы состояться там и добиться успеха там? Как вы считаете, или везение, какой-то элемент случайности тоже должен быть? Ну, вот мне, например, тяжело с везением. У меня как-то с везением не получается. У меня как-то больше с войной всё получается. Но, знаете, возможно, и есть какие-то такие моменты, которые были судьбоносными. Вот то, что я выиграла большое дело в Сан-Франциско, а потом о котором узнала миссия Латвии при ООН, и меня пригласили работать в Нью-Йорк. Ну, можно так сказать, что это какой-то судьбоносный. Может быть, даже какой-то лаки момент, который произошёл не случайно. То есть, как это было? Вы приехали в Америку, уже работали юристом и выиграли дело. Я приехала в Америку, когда мне было 17, поступила в университет, выучилась, получила бакалавру, потом пошла в law school, это юридическая школа. Вы не можете просто стать адвокатом в Америке, не закончив её. То есть, вам надо 7 лет отучиться, получить докторскую степень, juries doctor, и тогда потом вы можете начинать практиковать. После того, как вы сдаёте экзамен, и у вас есть практика. Вот я работала на комиссию по правам человека. Там было одно большое дело, связанное с дискриминацией иммигрантов, в том числе и там были русские иммигранты, белорусские, бывшие Советского Союза иммигранты, скажем. Я выиграла это большое дело, и об этом узнала тогда Латвия. То есть, случайно это было или не случайно, это, наверное, нам никому неизвестно. И вы переезжаете из Сан-Франциско в Нью-Йорк? Да, в 25 лет. Как Нью-Йорк вас встретил? Отлично. Знаете, у меня в Америке не было никогда такого ощущения с первого дня, что это какая-то чужая земля. Я в 12 классе съездила в Америку перед ещё тем, как переезжала с папой, и я ему сказала, что я не чувствую себя здесь не дома. Нью-Йорк ведь отличается от Сан-Франциско. Я путешествовал по Америке достаточно много, и каждый город там не похож на другой, в том смысле, что разный национальный состав, где-то более консервативный. Нью-Йорк – это вообще такой Вавилон современный. Сан-Франциско очень красивый город, и, конечно, он окружён водой, океаном, горы, эвкалипты, красивые деревья, погода, всё, конечно, замечательно. Но в Сан-Франциско не было возможности заниматься тем, чем я хочу заниматься. Это международное право, это международная организация, это немножко другой уровень профессионализма в моём случае. То есть вы переросли этот город в этом смысле? В какой-то мере да, да. Маленький город. На самом деле все думают, что Сан-Франциско – это огромный город, а город всего 7 на 7 миль. А плотность населения? Уже не помню, но уверена, что в Нью-Йорке намного больше. В Нью-Йорке, когда вы приехали туда, всё-таки это уже переезд в мегаполис, это новый опыт. Да. А вы хотели жить на Манхэттенке? Пела известная группа, она хотела жить на Манхэттенке. Мне чем нравится Нью-Йорк? Нью-Йорк – это действительно такой мегаполис, и этот мегаполис для меня и есть – Америка. То есть это люди, которые приезжают со всех стран и имеют возможность что-то из себя сделать. Всегда есть случаи, когда получается, не получается, хочется сдаться, но снова себя заставляешь, потому что все вокруг дышат этим же воздухом, и ты чувствуешь эту энергию города, мегаполиса, и она тебя сподвигает на какие-то действия, и мне это очень нравится. То есть ваша Америка не одноэтажная, как у Ильфы и Петров? Не совсем, хотя у меня был один момент прекрасный дом, и это в какой-то тоже степени была мечта – иметь свой собственный дом. Мне это нравилось, это было замечательно, было такое ощущение было, что вот это американский дрим, это американская мечта, она свершилась. Но все-таки есть во мне такая черта, что мне нужно движение, мне нужна вот эта энергия, какая-то беготня, и Нью-Йорк – это мой город. А Небоскреб ООН – это ваш Небоскреб, я так понимаю. То, что там происходит… 36-й этаж, заходите в кости. 36-й, да? Кстати, какой вид открывается? А у нас этаж, из которого вид на обе стороны Нью-Йорка, то есть вы можете видеть и East River, это западная река, и сам центр Манхэттена. Empire State Chrysler здание. Звонок у нас, надевайте наушники, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Странная какая-то реплика у нашего радиослушателя. Ну, тем не менее. Наверное, о стереотипах, о том, что американцы все время улыбаются. Может быть, просто у меня, как я и сказала раньше, всего два дня была назад свадьба, и я просто до сих пор, наверное, еще в хорошем настроении после этого. Мне кажется, вот это, кстати, тоже очень интересный момент, в том смысле, что в Америке, когда я, опять же, путешествовал по Америке и шел по Большому каньону, и там ты часто пересечаешься с другими людьми на тропинке, они тебе улыбаются и спрашивают, как дела. Ну, понятно, что хаваил вопрос – это как приветствие, и не надо отвечать, как дела, просто это часть некой культуры. И в этом нет ничего плохого, на мой взгляд. Но очень часто, опять же, на уровне стереотипов, на постсоветской территории это воспринимается как некое такое лицемерие и неискренность. Вот разница менталитетов присутствует, как вы считаете? Разница менталитетов присутствует, но я не думаю, что искренняя улыбка – это в какой-то мере стереотип. Если я, на самом деле, рада здесь сегодня присутствовать, я приезжаю в эту страну не так часто, и какие-то у меня происходят здесь большие события, для меня это действительно важный момент жизни, и я, на самом деле, искренне рада здесь быть со своей семьей. Приехало большое количество людей из Америки сюда, специально на душе мероприятия, поэтому… А русских эмигрантов или эмигрантов из постсоветских стран можно вычислить по неким таким поведенческим моментам? Некоторых можно, смотря где вы находитесь. То есть, это более хмурые или… Есть такое все-таки? Как вы считаете? Ну, опять-таки, вот если вы, например, попадаете в Бруклин, там есть определенные места, да. Я бывал там. Да, я знаю, вы мне рассказали, как интересно вы путешествовали по Америке, и, наверное, вы согласитесь со мной, что в каждом даже штате разные люди. Поэтому мне кажется, что нельзя так судить всей стране, что вот есть один общий стереотип о всех людях, которые живут в этой стране. Ну, если мы вспомним Михаила Задорнова, сатирика покойного, который, ну, в свое время очень сильно, на мой взгляд, повлиял на восприятие русскими или россиянами и постсоветским пространством американцев, то, честно говоря, я один раз только столкнулся вот с этой такой хрестоматийной историей, когда индейец Навахо, который продавал в резервации какие-то сувениры, спросил, откуда мы. Я сказал, что мы из Латвии. Он, естественно, не повез, сказал, что это Европа, и он задал мне вопрос, это в Юти или в Аризоне. Но, собственно, больше ничего такого не было, и, честно говоря, почти со всеми, с кем я общался, от таксистов до официантов, и в больших городах, они либо знали, где находится Латвия, либо имели представление о Балтийском море и этом регионе. Поэтому, конечно, это все тоже... Ну, вот это хороший момент, о котором вы говорите, потому что если вы приедете не в Нью-Йорк, то я думаю, что большинство людей, кто живет в Нью-Йорке, это образованные люди, это люди, которые имеют какой-то драйв, амбиции. И я уверена, что большинство людей знают, что такое Латвия. Если вы приедете, например, в штат Джорджа или Алабама, или Миссисипи, возможно, там будет немножко другой уровень образования. Поэтому, а вот опять же говорю, что, наверное, нельзя так судить о всей стране, как бы всех под одну. Но Америка ведь, она и восхищает, и у кого-то вызывает страх, у кого-то вызывает отторжение, но это страна, которая, наверное, никого не оставляет равнодушными. Вот согласна с этим? Да, да, конечно. Представьте, это не только же метрополис, это не только Нью-Йорк, это и мы с вами говорили про Большой каньон, где еще вы такое увидите, да, или Юта, или даже Аляска, да, то есть это настолько разнообразная страна, что, наверное, надо увидеть своими глазами, чтобы почувствовать и понять. И, кстати, практически везде можно встретить русскую речь, на что я обратил внимание. И в Нью-Йорке, и, кстати, за пределами Нью-Йорка, потому что там очень много русских туристов и тех, кто там живет. Но вы, кстати, с эмиграцией поддерживаете отношения или все-таки нет? Ну, русские писатели, опять же, там славные традиции от Бродского до Влатова до Александра Гениса, который сейчас там живет и пишет. Да, вот, кстати, мой муж, он родился в Москве, и мы оба международные юристы, мы встретились, и оба поддерживаем связи с эмиграцией. Вот он недавно спонсировал месяц русской культуры в Нью-Йорке, июнь. И приезжали многие актеры из России, артисты, музыканты, писатели, и мы участвовали практически в каждом из этих мероприятий. Не приходилось ли сталкиваться с какими-то сложностями из-за того, что сейчас на геополитической арене происходит? Не меняется ли отношение к выходцам из постсоветского пространства в связи с политикой России, скажем так? Присутствует такое, да. К сожалению, такое есть. Наверное, нельзя это скрыть. Но, наверное, такие вещи неизбежны. Надо работать. Но ООН как раз ведь работает и над этим. Да, да. Вот на Ваш взгляд, насколько успешно? Потому что ООН, Организация Объединенных Наций, которая была создана после войны для того, чтобы этого больше не повторились, многие говорят о том, что сейчас структура переживает кризис. Не согласна с этим? Ну, наверное, про нее так всегда говорят с самого начала, как она только родилась. Очень много критики существует в адрес ООН, это известный факт. Но я лично верю в эту организацию. Я никогда не скажу, что это идеальная организация. И поскольку я в ней работаю, я знаю тоже, какие есть вопросы, которые надо до сих пор решать внутренне. Но я считаю, что другой такой организации в мире равной не существует. И то, что хотя бы эта организация предоставляет платформу людям всего мира встречаться и пытаться договориться, и пытаться разрешить эти вопросы, это нельзя оставлять неучтенным. Это такая организация существует только одна на сегодняшний день, где все могут встретиться, пообщаться и иметь возможность к чему-то прийти. То есть враги могут сесть за стол переговоров только, как мы знаем. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. Да, Александр. У меня вопрос такой, как юристу, именно в разнороднику. Скажите, вот Америка вроде бы арендует Аляску до сих пор. Шансы возврата Аляски России. И второй, скажите, вот какие-нибудь курьезные вопросы международной, международной юриспруденции, которую вы решаете в ООН, и которые малоизвестны широкому кругу нашей публики. Можете пояснить что-нибудь? Да, спасибо. Что скажете про Аляску и про курьезы? Про Аляску не скажу ничего, поскольку не могу комментировать про какую-то одну конкретную страну и ее юридическую систему. В данном случае вопрос Аляска достаточно такой, наверное, политический, поэтому я просто от него красиво уйду, если позволите. А по поводу моей работы, конечно, это каждый день приносит с собой новые вопросы. И почему мне ими нравится моя работа, потому что, когда я прихожу на работу, я не знаю, какой вопрос к нам придет. Если вы представите, 193 страны и секретариат ООН, нам может прийти вопрос абсолютно на любую международную тему. И с любой, и с 193. И с любой, да. И вот я вам, наверное, приведу такой пример, который сейчас в голову приходит. И что интересно, об этом мидия иногда не знает. И правильно, вот человек, который позвонил, спросил. То есть это действительно курьезы, о которых никто вообще иногда понятия не имеет. Например, один день нам звонят и говорят, что плыла лодка, международное морское право, это тоже под эгидой нашего офиса. Лодка плыла. Одна страна, не будем, конечно, называть страной, одна страна была с одной страной, и с другой страной другая страна. То есть лодка принадлежала другой стране. И та страна, которая ее видела, ту лодку, она решила, что это пиратская лодка. И взяли в заложники людей, которые были на этой лодке, оказалось, что там был посол одной страны. И можете представить, уже накаляются страсти, уже почти война, уже почти конфликт. И нашему офису надо всем объяснить закон, какие правила действуют, и разрешить сам конфликт. То есть у нас работа уже, получается, связана не только с юриспреденцией, но и с политикой, дипломатией. То есть вот вам такой пример. Об этом никто не знает, но, например, война между этими двумя немалыми известными странами не начинается благодаря работе нашего офиса. А что с послом? Его в итоге освободили? Да, его в итоге освободили. Ну, дипломатия – часть работы юристов ООН. Абсолютно. Приходится сталкиваться с разными людьми. Да. Не всегда приятными. Ну вот как, кстати, есть какие-то определенные приемы, если, скажем, тоже приходится оказываться в такой враждебной среде? То есть вы уже психологически к этому готовы? Да, вы знаете, вот я когда-то рассказывала, что мы можем в день разрешить 16 конфликтов, да, о которых, опять-таки, может быть, никто много не знает. Но это уже практика. Просто как тренинг. Ты уже с практикой знаешь, как на определенных людей, на определенные ситуации реагировать. А сколько языков нужно знать юристу ООН, кстати? Или достаточно английских? Нет такого определенного количества или числа, которое каждому юристу надо знать, но чтобы стать юристом ООН, это непросто. Это, на самом деле, очень выборочный процесс. Длительный, выборочный, тяжелый, изнуряющий. И, ну, тяжело стать, я правду скажу. И когда вы уже становитесь юристом, и на этом же дело не заканчивается, то есть вам надо каждый день себя еще доказывать, чтобы на ваше место кого-то не взяли другого. То есть конкуренция не заканчивается. Да, потому что 200 юристов на весь ООН, это, как вы можете представить себя, мало. Тем более, что 193 страны. Да. То есть фактически по одному юристу на страну. Нет, ну мы не... Это не так, что у каждой страны какой-то есть вопрос. Мы представляем интересы не только всех стран, но и самого секретаря ООН. Я просто некоррически посчитал, фактически совпадает число. Делаем небольшой перерыв сейчас. Юрист ООН Анна Литвак у нас в гостях. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут и продолжим наш разговор. Мы продолжаем эту программу. Встретились, поговорили. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И в гостях у нас юрист ООН Анна Литвак. Еще раз здравствуйте, Анна. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите нам в WhatsApp 230-6191. И мы продолжаем наш разговор. Ну вот все-таки давайте еще немножко поговорим об ООН. Вы рассказали об одном курьезном случае, когда война не началась, но об этом никто не узнал. Можно, в общем-то, наверное, 16 конфликтов в день вы сказали. Вы решаете в среднем. Но есть конфликты, которые не удается решать? Конечно. И как вы это переживаете? Тяжело. Но со временем легче. Как это происходит и почему не удается договориться? Ну, знаете, если вы работаете на организацию ООН, иногда люди думают, что вам подвластно все. Что вы можете решить все вопросы на земле, урегулировать все конфликты. Сейчас все вопросы решатся. И войны больше никогда не будет. Да, эта организация существует именно для того, чтобы не было Третьей мировой войны. Но это не значит, что каждодневные конфликты мы можем все предотвратить. И иногда исход такой, как мы хотим. И это связано и с переговорами по поводу людей. Это связано с разными преступлениями. То есть, да, есть эти трагедии, которые происходят тоже часто. И мы не только как люди, которые верят в организацию, но и просто люди, и профессионалы переживаем все эти моменты. Но, тем не менее, мы продолжаем работать дальше. Вы начинали свою карьеру в ООН в латвийском представительстве, но потом уже вышли все-таки на более глобальный охват. Вот как долго продолжался ваш опыт сотрудничества с Латвией? И тяжело ли было расставаться? Примерно год-полтора. Это была замечательная практика. Представьте, в 25 лет приехать в Нью-Йорк и работать с миссией Латвии при ООН, находиться с президентами, актерами, известными людьми и быть представителем страны. Это, конечно, незабываемая практика. Но мой интерес, как я всегда об этом знала, это было представлять не одну какую-либо страну. Это было работать на международную организацию. Поэтому я всегда чувствовала, что мне нужно перейти. И так я и сделала. Я перешла от миссии Латвии в секретариат ООН. То есть, как мы с мамой раньше говорили, я теперь не представляю одну страну, а представляю все эти 193. С какими людьми вы познакомились? Есть ли встречи, которые изменили вашу жизнь? Ну, я не говорю о личном, конечно. Муж это другая история. Но, тем не менее, люди, которые на вас сильно повлияли за годы работы. Я вообще, по сути своей, не такой человек, который вот кого-то увидел и просто обомлел, и стал каким-то кумиром этого человека, и готов ему подражать. Я ко всем людям стараюсь относиться достаточно ровно. И поэтому для меня таких людей немного. Встреч у меня была масса, и с людьми разного уровня. Мне было интересно пообщаться с Кофи Ананом. Это человек, который действительно сделал... Бывший генеральный секретарь. Ну, бывший-бывший. Бывший-бывший, да. Да. Он, конечно, был личностью, поскольку, когда даже он уже перестал быть генеральным секретарем ООН, он все равно имел огромный вес в политике мира. И он для меня, конечно, сыграл, наверное, какую-то роль. То есть я поняла, что наша жизнь не заканчивается просто в рамках ООН. Это тяжело было принять, когда сильно погружен в профессию, в организацию, что жизнь, она, в общем, не состоит только из работы. Нет, но это просто, знаете, иногда надо вокруг себя посмотреть или со стороны. А нет ощущения, когда работаешь в ООН, работаешь в офисе на 36-м этаже, что действительно мир сужается, как это ни парадоксально, учитывая глобальный охват, он сужается до офисного пространства при этом. Вы ведь большинство вопросов решаете из офиса. Да, потому что Нью-Йорк вообще, вы знаете, именно в Нью-Йорке находится комната Совета Безопасности, то есть где встречи с вами проходят, это Генеральная Ассамблея, которая в Нью-Йорке, и Совет Безопасности. То есть, когда у тебя все происходит в твоем же здании, то да, ты немножко замыкаешься именно в одном месте, но надо, наверное, иметь просто такую открытую перспективу. Когда происходят все эти драмы в Совете Безопасности, мы их наблюдаем иногда в телетрансляциях, вы же видите эту изнанку. Насколько она отличается от того, что происходит потом в трансляциях? Потому что, опять же, дипломатия, переговоры, закулисные игры, борьба бульдогов под ковром, как говорил Инстон Шерш. Хороший вопрос. Знаете, CNN, я приведу пример, CNN, у них есть такая строчка, которая бежит breaking news, то есть вот сейчас что-то произошло. И я поймала себя на мысли о том, когда вот у них появляется эта строчка breaking news, и они рассказывают, что что-то произошло, а я знаю, что я над этим вопросом, который только что, как бы, произошел, уже полгода назад работала. То есть такая большая разница между тем, что передается иногда в средствах массовой информации, и что слышат и понимают, и потом думают люди, очень отличается от того, что на самом деле происходит иногда. На ваш взгляд, насколько объективна американская пресса, и насколько объективна она отражает то, что происходит? Какие у вас мысли по этому поводу? Ну, опять-таки, не очень хочу говорить о какой-то конкретной структуре какой-то страны, но в своей практике могу сказать, что не совсем адекватно представляют средства массовой информации ту политическую ситуацию, которая происходит внутри. Не всегда. И я не говорю, что это именно демократы или республиканцы. Я смотрю и «Фокс» по каким-то причинам иногда, и «Фокс» это считается более республиканское, и «Си-Нен», и другие каналы. И, наверное, в силу своей профессии и внутренних каких-то знаний, которые у меня есть, могу сказать, что я пока не нашла ни один такой канал, может быть, BBC, то есть они абсолютно стараются так, может быть, нейтрально представить. А все остальные у меня есть, конечно, ко всем вопрос. Разговаривают ли дипломаты, скажем, российские, украинские, американские, друг с другом за трансляторами, за эфиром, за кулисами? Ну, то есть те драмы, которые мы видим, те эмоции, которые мы видим, они больше, в общем, похожи на театр, конечно, потому что люди там играют, и там есть и такие риторические приемы, которые используются, и эмоциональные какие-то, театральные даже приемы. В жизни как все обстоит? В жизни все ходят пить кофе, все сидят в одном и том же кафе. И все переговоры, именно важные вопросы, решаются не обязательно в комнате Генеральной Ассамблеи, которую видите по телевидению. Все вопросы, на самом деле, решаются где-то за кулисами, в, как это говорится, лаунж, у нас в таких комнатах, где можно сидеть, отдыхать, решать вопросы, кафе. И все должны с друг другом общаться. То есть российская делегация сейчас не чувствует себя в изгнании? Я вам не скажу по поводу какой-то конкретной делегации, но я вам точно... Просто кто-то чувствует себя изгоняемо? Я так не считаю. Я считаю, что именно вот как в нашем здании, где все вместе пересекаются, это просто невозможно. Невозможно оградить себя от какой-то конкретной страны или какого-то отдельного человека. Потому что, когда все в одном помещении или здании, вы просто не можете спрятаться. И как бы не в этом смысл. Смотрели сериал «Карточный домик» с Кевином в Спейсе? Что-то вспоминаю. Про президента. Там был в одном из сезонов, достаточно много времени было посвящено тому, как первая леди пыталась стать постпредом в ООН. Но вот хотел просто узнать, насколько это похоже на правду, то, что там происходило. Вот я, кстати, приведу пример своего Нью-Йорк-консула. Есть люди в ООН, которые сталкиваются с такими вопросами, которые приходят люди и говорят, вы знаете, я вот то-то, то-то, поэтому дайте мне вот эту вот позицию. Я первая леди, я хочу. Ну, примерно. И, слава богу, есть такие люди, как, например, мой босс, юридический консул, которому абсолютно все равно, кто вы, что вы, кто ваш муж, кто ваша жена, откуда вы. И у него есть свои принципы и стандарты. И в нашем офисе, например, важно, какой вы юрист, какой вы человек, какой вы профессионал. Все остальное не имеет значения. То есть равные стартовые возможности для всех. Да. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Иван. Иван, пожалуйста, вот, так скажем, в обзоре ООН ваших 193 стран как-то рассматривается вопрос на востоке Украины? Или он не существует для мирового сообщества? Спасибо. Можете рекоментировать. Я просто поясню, что Анна не имеет права комментировать о конкретных странах, поэтому мы так дипломатично говорим с дипломатом и юристом. Да. И тем не менее. Спасибо вам, что вы это сказали. Просто не хочу как бы слушателей обижать, потому что я знаю, что людям это интересно, но в то же время я не могу какие-то границы сама пересекать. А по поводу Украины, да, ООН занимается этим вопросом, и даже есть офис конкретный, который после всего этого начал свою работу в Украине. И вы можете это на интернете посмотреть, это не секретная какая-то информация, это общественно известная на сегодняшний день информация, что ООН после этого открыл офис. И многие ООНовские работники именно там сейчас находятся. То есть работа, насколько я знаю, я там никогда сама не была, но мне тоже интересен этот вопрос, поскольку моя тетя живет в Донецке, и это как бы не самый... Это история уже для вас в какой-то степени личная. Да, она в какой-то уже личная, то есть я за этим немножко слежу, я не эксперт по этому региону, и я не в этой миссии, поэтому затрудняюсь даже специфику сказать этого офиса, но точно знаю, что офис там есть, и работа какая-то идет. Как решаете проблему эмоционального выгорания? Как вообще стоит ли такой вопрос в ООН? Потому что, опять же, вспоминаю ваш ответ про то, что 16 конфликтов решаете в день. Примерно. Да, ну понятно, что цифра может меняться. Это достаточно серьезная с точки зрения эмоций затратная история. Приходится искать какие-то способы для восстановления внутри структуры? Есть ли какие-то... Как у Гугла, например, есть комната отдыха, оснащенная, хорошо. Или у вас кофе, обед и столовая? Да, вы знаете, наверное, с возрастом тоже начинаешь думать об этом, и когда тебе 25, зачем мне перерывы? Я могу работать до 2 часов ночи, иногда вообще до 8 утра следующего дня. Но потом начинаешь задумываться, в ущерб ли это себе, здоровью, и теперь у меня родился ребенок. То есть, конечно, это все важные факторы. Надо об этих вопросах думать. В ООН есть комната медитации, и мне вот, например, мама все время говорит, пойди поспи, пойди поспи. И действительно, наверное, в этом есть какой-то смысл. То есть, надо себе уделять время, надо какой-то брейк, какой-то перерыв давать своим мозгам, иначе это действительно тяжело. У нас есть садик очень красивый в ООН, розовый сад, где розы со всего мира. У нас река прямо там, где здание ООН. И я пытаюсь теперь всячески использовать эти моменты, чтобы давать себе отдохнуть. Но у вас день ненормированный? Нет. То есть, вы начинаете работу примерно в воскресенье? Ну, я всегда начинаю работу до 9, потому что, вы понимаете, мы же работаем по всему миру, поэтому чем раньше пришел, тем лучше. И до скольки это продолжается? У меня пока что в нормальное время получается где-то там 5.36, да. Но это никогда не факт. То есть, я помню, что уходила когда-то еще, когда на миссию работала, в 2 часа ночи переговоры закончились. Помню, был один день, когда мы пришли на работу и ушли в 8 утра следующего дня. То есть, вы никогда не знаете, какой у вас вопрос будет, так как мы говорили с морским вопросом. Вы можете прийти, вы думаете, о, сегодня я пораньше уйду, а потом уходите на следующий день. Поэтому никогда не знаешь. Когда вы возвращаетесь домой, далеко вам, кстати, до дома от офиса? Две минуты. На Манхэттене живете, то есть, рядом там. Вот этот, мне кажется, просто с философской точки зрения очень интересный момент, когда выходишь с работы, идешь до дома или едешь до дома, вот это, видите, такое личное пространство человека. Вот о чем думаете обычно? Когда яду домой? Да. То есть, удается ли сразу отключиться и переключиться? То есть, научились ли переключаться и не думать о работе, например, сразу после того, как вы закончили? Знаете, что помогает? Благодарность. Я думаю о том, что, может быть, у меня был не самый легкий день на работе. И, может быть, и с начальством, и с вопросами, которые мы решаем, достаточно сложные же вопросы решаем, и связанные с судьбами людей. И потом так себя останавливаешь на минуту и думаешь, как я благодарна всему и всем, что у меня есть, что я могу участвовать в этом. Для меня это участие, это самое важное, что я могу быть в этой роли, и я могу влиять на какие-то вопросы. Поэтому вот это чувство благодарности, оно мне дает двигаться, чувство двигаться дальше. Вот об этом думаю иногда, когда иду домой. Вот вы сказали о том, что, ну, когда 25 лет можно оставаться на работе, тратить и, в общем, отдавать без остатка свою жизнь этому, потом, когда становишься старше, уже немножко по-другому смотришь на эти вещи. В журналистике такая история, когда видишь много, общаешься много, пропускаешься через себя много, иногда вот возникает ощущение одиночества, потому что мир как бы идет параллельно с тобой, а твоя жизнь, она вроде вовлечена во все эти процессы, но как бы тебе и не принадлежит в какой-то степени. Я сейчас, конечно, утрирую в таком немного философском ключе, но мне кажется, это очень похожее ощущение может быть, когда 193 страны, судьбы людей и так далее и тому подобное, а потом вдруг ощущение того, что все как-то проходит быстро и рядом. Вот у меня в феврале родился ребенок, и я, наверное, в сравнении с многими женщинами, конечно, у каждого своя история, но я родила не в самом молодом возрасте, и, наверное, это, конечно, связано с моей карьерой, с моим выбором профессионализма. Поэтому, когда ты находишься в таком офисе, в такой профессии, тебе психологически тяжело уйти, тяжело бросить, потому что ты все время погружен в эту атмосферу, и тебе кажется, если ты бросишь, то все, мир закончится. Уже не вернусь. И уже не вернусь. И вот как раз в этом году я объявила своему посту, что я беременна, я шесть месяцев об этом никто не знал, не подозревал, и даже когда объявили, что у нас в офисе открывается временный пост на то время, пока я ухожу, на полгода, люди подходили и спрашивали, а кто это вообще, кто у нас уходит? И я поняла, что это правильный момент, что жизнь не заканчивается. Мой босс меня абсолютно поддержал. У меня ребенок родился в феврале, у моего босса день рождения тоже в феврале, поэтому весь офис радовался этому рождению. И я поняла, что жизнь продолжается, мой пост никому не отдадут, я вернусь и также буду решать дальше эти вопросы. Ну, полгода еще не прошло, да? Я возвращаюсь в сентябре. Ну, вы уже ждете этот момент? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что та радость, которую я получаю от улыбки своего ребенка каждое утро, она не сравнится с любым выигранным юридическим делом. Хотя мне казалось всю жизнь, что просто круче этого ничего не может быть. То есть в этом смысле у вас произошла переоценка ценностей? Но она произошла сразу после рождения или как-то со временем? Ну, наверное, со временем, потому что жесткий профессионализм долго держался, но она, конечно, все равно произошла. Поэтому, с одной стороны, я жду возвращения, потому что я все равно остаюсь достаточно карьерным человеком, это, наверное, ничто не изменит. Но, с другой стороны, я рада, что у меня выпала такая возможность ощутить это другое счастье. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Ну, мы вас слушаем, вы нас, видимо, не слышите. С 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. У нас несколько минут буквально остается. Но вы ставите перед собой цель. Вы хотели работать в ООН, вы хотели заниматься международным правом. А что дальше? Какие у вас амбиции в этом смысле карьеры? Вот опять в этом году все поменялось. То есть теперь мне нужно вырастить ребенка. Достаточно тяжелая, неответственная... Тяжелая работа. Тяжелая работа. Но, с другой стороны, вот я, наверное, люблю уходить в глубокий анализ в силу своей профессии и характера. И я думаю, а в каком мире будет жить этот ребенок? Может быть, кто-то об этом не думает. Ну, как бы главное вырастить, и чтобы был здоровый, и так далее. А я вот все-таки думаю, в каком мире будет жить этот ребенок? То есть мне нужно еще больше теперь работать, чтобы этот ребенок рос без войны и в мире, где его жизнь имеет смысл. То есть в какой-то степени вы сейчас можете подарить и обеспечить ребенку тот мир, в котором хотели бы, чтобы он жил? Ну, это, наверное, какая-то цель, которая тоже появилась новая. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день, Сергей Ирегов. Да, слышу вас. Хотел бы поздравить вашего гостя с рождением ребенка и бракосочетанием. Спасибо. Это не гражданина Латвии, вашего земляка с малой родины. В уставе ООН основателем прописан и членом постоянного Совета безопасности ООН Союз Советских Социалистических Республик, гражданином которого я появляюсь по сей день. Как вы считаете, вообще можно ли у вас где-то проконсультироваться персонально, или мне надо обращаться через официальные ваши инстанции, для того, чтобы повлиять, чтобы мой ребенок не был гражданином Латвии, поскольку он является по факту моего рождения следовательным гражданином СССР, так как это было прописано в Конституции. Да, спасибо вам. Ну вот вопрос не граждан, опять же, о конкретных странах мы сегодня не говорим, но вы, наверное, знаете. Ну я все-таки отвечу на вопрос, потому что в юридическом офисе мы сталкиваемся со многими вопросами именно индивидуумов, то есть людей, которые находят наш телефон и находят, например, наши имейлы и спрашивают наши личные вопросы, которые касаются именно их семьи, их детей и себя. И если вы посмотрите на устав Организации Объединенных Наций, и не только на устав, но устав офиса юридического Объединенных Наций, мы не имеем права консультировать и отвечать на вопросы индивидуальных людей, поскольку мы можем только консультировать Организацию Объединенных Наций, то есть это генерального секретаря, структуры ООН, организации, связанные с ООН, но мы просто не имеем права индивидуумам отвечать на вопросы. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Анна Литвак, юрист ООН, была сегодня гостем программы «Встретились, поговорили». Спасибо вам, что пришли. Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Толтерев. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам.